Всем привет! С вами Миха и Андрюха. Привет! У нас в Москве началось лето. Сегодня мы решили этим воспользоваться, дабы не упустить единственный день, наверное, в этом году. И продолжаем серию саб досок. На сегодняшнем обзоре у нас сегодня доска будет D7. Вот в таком она рюкзаке идет. Рюкзак-чемодан такой нейлоновый, с колесиками, с кармашком, с большим. Сюда можно засунуть какие-то вещи. Ну и, собственно, сейчас показываем вам комплект. Боковые ручки, эти кармашки, сюда можно закрепить весло. Вот, куча ручек, да, то есть колесики. Самое главное, как вы хотите, так и берите. Можно так взять. Можно за собой катить его. Можно взять его вот так. А еще можно и вынести как рюкзак. Ну, что, собственно, и было до этого. Сейчас добавились колесики. А еще можно его использовать в своих личных поездках доску вытаскивать. Ну, я имею в виду рюкзак. Вот. И в нем же, естественно, удобно, если вы едете куда-то отдыхать, либо даже летите в большой дружной компании. Ну, в четвером, в пятером. То есть этот рюкзак влазит нормальные габариты багажа. За него там ничего не переплачивать. Собственно, показываем вам комплектность этой доски. Что вы получаете, когда приобретаете D7? Это помпа. Ой, помпа-насос. Значит, это насос. Это весло. Смотрите, как оно упаковано. То есть это отдельный чехол. Мягкий, да? Мягкий чехол. То есть он там с пенкой. Это все для того, чтобы вы не повредили весло. И каждая деталь упакована, ну, как бы, на свое место, да, транспортировочное. Ну, вот. Собственно, это вот весло. Весло здесь стало карбоновым. В отличие... В отличие... Ну, D7, да, у нас в 2016 году не было. Вот, но вот комплектация 2017 года, она стала вот такой. То есть это карбоновая весло. Карбоновая лопатка. Карбоновый шафт. Разбирается весло на три части. Ну, мы сейчас соберем. Все тут. Что-то я не так делаю. А, сейчас. Все достаточно плотно вставляются. Закрываются. Углы? Да, ставятся углы. А зачем они все тут? Ну, это, ну, как бы, не для углов. Это здесь такой замок. Хотя, да, есть угол. У него, наверное, просто стандартный замок. Да, стандартный замок, скорее всего. Это от классических весел. Здесь он с углами. Интересная затея. Для 30 градусов. Для сапа. Да. С сапом с 30 градусов. Ну, и, собственно, регулируемая по высоте, то есть, вот на максимум это весло 2,20. Вот такой интересный комплект. Комплектность, можно сказать, для доски. Ну, что еще здесь? Здесь вот такая вот накладочка. Ну, вот для карбонового весла не вижу в ней смысла. Потому что эта штука сделана для того, чтобы у вас руки не мерзли. Это раньше было на алюминиевых шафтах. Вот она помогала. То есть, это неопреновая накладка, которая одевается на шафт. Вот так вот. В холодную погоду, когда вы гребете, то есть, вот за шафт вы держитесь вот именно в этом месте. Вот здесь. Поэтому в холодную погоду с алюминиевым шафтом она очень хорошо помогает. Значит, сам плавник стандартный, как и на BoardWorks. Собственно, такой же плавник прям. И с такой же крутилкой. Прям один в один. И... Значит, лишь... Губами. Такой вот пружинного типа. Ремкомплект. Ремкомплект. Вот, что у него входит. Ключик для клапана. Тюбик с клеем. И заплатки. Заплатки сейчас вам покажу. Значит, здесь две больших заплатки. Черная и белая. Но из нее вы можете вырезать все, что хотите. Вот. Ну и, собственно, сама доска. Сейчас мы ее достаем и показываем вам. При своей длине и габаритах. 19,6. Да. Это, скорее всего, самая легкая, наверное, будет доска. Сонары. Да, занимает прям весь мостик. Очень интересный дизайн. С очень интересной накладкой пенной. Сейчас подробнее, как мы качаем, посмотрим. Да. Ну что, мы докачали. Докачали мы приблизительно где-то 17-18 PCI. Качали именно до такого давления. Можно больше. То есть, рекомендуемая D7. Максимальная. Максимальная, да. Рекомендуемая 20 PCI. Ну, то прям... Прям, да. Если вы хотите прям вот разбиться об доску, вот, можно качать и лететь в нее. Ну, как стена будет. Вот. А так, значит, по поводу насоса. Здесь очень интересная такая система, забава, можно сказать. И для нас тоже оказалась интересной. Она, скорее всего, давно уже есть. То есть, сейчас видно, да, то есть, я давлю вниз, она качает. Вот. С помощью вот этого рычага, вот так вот, переключаем. И этот насос становится двойного действия, да. То есть, вы на подъеме делаете качок и на опускании. Ну, это лучше на начальных стадиях. Лучше всего эту функцию использовать, когда вы только начинаете качать доску. У вас действуя все это быстрее просто пойдет. Значит, все, мы накачали, закрыли. И, собственно, теперь рассказ про D7. Значит, характеристики D7 Discover 12-6. Значит, у этих досок есть в характеристиках объем. У этой доски это 335 литров. Максимальное давление 20 кси. Значит, ее длина 381 см, ширина 82 см, рекомендуемый вес грибца 100 кг. Толщина доски 15 см, и вес доски 10,8 кг. Хотя с виду она кажется толще, да? Да, с виду она кажется толще. Ну, вот если, ну, я не знаю, кто, если кто будет мерить, то есть это вот iPhone 5, хотя, может быть, и да, 15 см. Значит, интересный дизайн. Достаточно жесткая. То есть, вот эти коврики, обвязки. Это тоже такая туринговая доска. Помнится, мы совсем недавно делали обзор на BoardWorks, и клапана, как мы говорили, они там на носу. Здесь он на корме. Значит, спереди и сзади два кольца. Одно из них для лиша, то есть это, чтобы доску пристегнуть к ноге, чтобы у вас ее ветром не унесло. Второе для буксировки, либо там для фиксации, ну, каких-либо там вам нужных вещей. Дно у нее просто белое. Два коротких плавника. Несъемных. И один съемный. Да, и один съемный. Стандартный. Стандартный. РС-7. Плавник, который мы вам показывали. Вот так вот он выглядит. То есть, вот он опять на солнышке у нас нагрелся, такой мягкий. Один в один плавник, как на BoardWorks. Похоже, да. То есть, вся та же самая система крепления. Да, то есть, засовываете. А, вот. Шпилька немножко в бок сместилась. Ну, то есть, вот вы его засунули, и вот эту вот шайбочку квадратную сначала убираете в паз, ну, и потом регулируете. Мы сейчас не будем его устанавливать, потому что будем крутить доску туда-сюда. Вот. И мы придумали для Д-7 испытание. Сейчас мы сделаем. Ну, собственно, такое небольшое испытание мы придумали. Ну, вот, я уже испытываю. Смотрите. Ты очень далеко уже. Вот. Ну, насколько вы помните, мы накачали ее до 17, максимально можно ее качать до 20 PCI. Вешу я 24 килограмма. О, 24, как доска я. Значит, вешу я 84 килограмма. Ну, и, собственно, вот под мой вес еще бы мне хотелось сказать по поводу гребли вообще на досках. Вот. На лично мой взгляд, чем меньше и ниже гребец, тем он быстрее встает на доску и будет увереннее грести. Ну, чем, например, более высокий его оппонент. Ну, это на первых парах. На первых парах, да. То есть, более низкий гребец учится быстрее. У него центр тяжести ниже. И он устойчивее себя ведет на вот таких снарядах. Ну, это мой личный такой взгляд. Взгляд, да, на жизнь. Вот. Не знаю, как у вас. Если у вас есть какой-то опыт, вы поделитесь с ним. Ну, собственно, вот это вот Д-7, Дискавер, 12. Где он? Где он? 12,6. Оп. Очень легкая доска. То есть, вот для своего класса, да. Это очень легкая доска. Собственно, ну и здесь же мы тогда покажем вам швы. Склеено достаточно хорошо, интересно и красиво. Никаких там подтеков, ничего этого нет. Все видно. Смотрите. Все, классика жанра. Все достаточно красиво сделано. Пенка потоньше, да? Да, здесь пенка потоньше, она чуть-чуть помягче, чем... Ну, вот в сравнении, пока у нас BoardWorks. Подверг наоборот. Поддавишь? Здесь, да, она помягче. Ну, мне кажется, это из-за экономии веса просто. Что-то такая, в принципе, доску задумывалась самой легкой. Ну, да. То есть, здесь, насколько можно было, они облегчили вес этой доски. Ну, я думаю, что у них это получилось. Собственно, шедевр достойный такой уважения. Учитывая того, что организаторы... Да, суть, суть этой компании, то есть, страна дизайна – это Россия. А страна производства – это Китай. Вот. Организаторы всего этого действия живут в России. Так что... Очень занятный снаряд. Ну, с хорошим дизайном. Ну, что ж, вот и все. Такой короткий обзор. Вы уж извините, тестить мы ее не будем. Не хочется пачкать доску. Вода... Течение у нас прекратили. И пока вода не очень... У нас наоборот, смотрите, течение... Обычно, да, в другую сторону. Сейчас все обратно. Обычно в реку, а сейчас из реки. Из Москва-реку, а сейчас из Москва-реки в Верхпосходную. Перекрыли там течение. Пьет, не пьет, пьют немножко воду. Ну, и, собственно, как-то так. Тестить мы ее не будем. Поэтому, сори. Вот. Но, а с вами на обзоре были Миха и Андрюха. Все. Всем пока. До скорых встреч. Пишите свои комментарии. Задавайте вопросы. Мы будем на них отвечать. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok